Ну, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои телезрители, и снова мы встретились у нас на нашем полигоне. Опять наши с вами будни превращаются, я бы сказал, в маленький праздник. Видны виды на урожай. Вот там отплодоносила клубничка, появились проблемы, которые мы с вами будем решать. Здесь, посмотрите, уже в такое время морковка уже удивительно завязалась. Смотрю, уже она начинает плодоносить. О, Татьяна Ивановна, вы ко мне пришли? Так, подходите, не стесняйтесь, подходите. Если он действительно добрый. Восхищаюсь вашей морковкой. Второй сезон у меня не получается морковка. Что для этого нужно? Татьяна Ивановна, не льстите мне, пожалуйста, восхищаюсь. Я вам расскажу секреты. В чем вам с морковкой не получается? В чем проблема? В чем проблема? Ну, вот такая вот. Какая? Вот такая вот, ростом, да? Ботва какая? Чуть-чуть ботва. То есть и ботва моя. Ну, Виктор, она здесь немножко расскажет технологию, по которой я работаю. А я внимательно послушаю. Первое, что я делал. Помните, я всегда говорил в наших передачах, все начинается с семян. Помните? Ну, я так думаю, что все подтверждают. Вот здесь использовались семена морковки. В данном случае, самая лучшая, которая считается в мире. Это я взял. В этом году решил не экспериментировать на моем песке, а морковку абака. Ну, вы все знаете, самая лучшая капуста – это агрессор. Я имею в виду, лучшая, неприхотливая. А самая неприхотливая морковь – это абако. Морковь содержит витамины группы С, ПП, В, К, Е. Каротин, который присутствует в моркови, в организме человека моментально превращается в витамин А. Наряду с этим следует отметить большое количество минеральных веществ – железа, фосфора, калия, магния, меди, кобальта, цинка, йода, а также фтора и никеля. Морковь абака сочетает в себе отменный вкус, красивую окраску и прекрасную сочность. Созревает через 110 дней после посева. Имеет мощный листовой аппарат. Средняя длина корнеплода – 18-20 сантиметров. Да, она и стоит дороже других, но уже смотрите, ботва – ого-го, а значит корнеплод будет ого-го. А душистая-то какая, Татьяна Ивановна, понюхайте, запах бесподобный. А теперь с этой я взял, возьмите, морковка абака. А здесь у меня, сейчас вспоминаю, какая вторая морковка растет. А вот дардонь. Это последнюю, которую я сеял, это морковка дардонь. Это совершенно другой сортотип моркови. Она продолговатая будет. Ну, дардонь – это морковь до 300 грамм. А здесь вот должна быть роял шансон. Роял шансон. Морковь среднеспелого сорта. Корнеплоды гладкие, длиной 14-16 и диаметром 5-7 сантиметров. Конической формы с тупым кончиком. Роял шансон великолепен для переработки и особенно для хранения. Ну, в принципе, морквы уже, как вы видите, роял шансон обгоняет, потому что роял шансон, она более ранняя. А дардонь, она будет более поздняя морковка. Абака, она поздняя морковка. И она, конечно, будет очень красивая осенью. Я надеюсь, мы ее увидим. А роял шансон, интересно, чем? Она два раза залита поспевает. Ее можно посеять очень рано и собрать буквально в августе, в начале сентября. И можно ее посеять в июне и собрать в октябре. Еще очень большой и красивой. То есть, вот преимущество роял шансон, два урожая в год. Морковь, можно определить, как она будет лежать. По ботве. Видите все, ботва здоровая. Значит, морковь болеть не будет. А какая у вас ботва? Ой, стесняюсь рассказать. Хорошо. Вы не стесняйтесь. Значит, просто вы, как те же люди, которые нас смотрят, так же реагируете. Вот какая ваша реакция? Почему вы удивляетесь? В чем разница между вашей и этой? Ну, такое впечатление, что это уже сентябрь месяц. Понимаете? То есть, вот для простых вас, огородников, такое впечатление. Ребята, надо правильно выбирать семена, Татьяна Ивановна. Второе. Правильно, вот при посеве я вносил удобрения. Какие удобрения при посеве вносили? Чуть-чуть перегной. И я осыпал перегной. Ну, как, ботва не пошла, как бы. В каком время вы сели? В какое время? Ну, первые дни мая. Первые дни мая. Ну, я где-то на недельку ушел от вас. На недельку. Но у меня здесь была живильная сила, вот это бактериальное удобрение. Оно все-таки дало эффект. То есть, мы рядок черпали, ну, так, процарапали. И пожменьки на погонный метр давали живильной силы. И смешивали с удобрением полифит. Было удобрение полифит-2020. Питательный комплекс полифит, комплексное удобрение нового поколения, обеспечивает комплексную поставку растениям всех питательных веществ во все фазы роста. Особенно рекомендуется в условиях ограниченного поступления питательных веществ из почвы. Песчаные, тяжелые, кислые, щелочные грунты. Подкормите ваши растения этим удобрением, и они вам ответят яркими красками цветов, сочными ягодами, сладкими фруктами. Вот так вот. Бактерии удобрения живильная сила и удобрения полифит дали такие результаты. И плюс правильные семена. Вот, ребята, мы теперь идем по клубничке. Да, Татьяна, на стоп. Клубничка, смотрите, ребяточки, дорогие. Он как хрущи выедает. Уже отплодоносила клубника. Тот ряд просто беспощадно выедали хрущи, подъели корни, что после дождей он даже приболел. Хрущ начал выгрызать полностью. Особенно начал выгрызать ту клубничку, которая называется нейтрального дня, или, как в народе говорят, круглогодичного плодоношения. Хрущи, конечно, нам навредили, и нам надо с ними побороться. Для достижения этой цели мы берем препарат Вофатокс. Вофатокс – инсектицид контактно-кишечного действия для использования на приусадебных участках против грунтовых вредителей на картошке, капусте, томатах, деревьях. Препарат поражает центральную нервную систему вредителей. Действует на хрущей, проволочников, медведок, колорадского жука. Так, и к этому препарату Вофатокс добавляем уже известный вам хорошо препарат Люфокс, который действует на все личинки, на всех стадиях их развития. И вот эта смесь Люфокса и Вофатокса в одном 10-литровом сосуде мы подливаем из расчета 200 мл под куст. Желательно или после дождя, или после полива, а не на сухую землю. Вот так мы будем убивать хруща. Клубничка уже отплодоносила, а потом можно даже сделать так, скосить ее, но только оставить точки, точки будущие плодовые, чтобы не скосить то, откуда будет урожай будущий. То есть оставить вот так, верхушки подскашивать, а потом можно и хруща бить. Понятно? Пойдемте дальше. Ну, вот, друзья мои, мы и дохромали до компостной кучи. Сейчас у нас вот здесь мы собираем все бурьяны и используем вот эти препараты. Что же это за препараты, Татьяна Ивановна? Виктор Иванович, ну у меня не получается компост. Ну ничего, а сейчас... Расскажите, как правильно делать. Расскажу. Да. Вы какие препараты используете для компост? Никаких. Никаких. А само по себе ничего не делается. Для того, чтобы хорошо они перегнивали, есть препарат бактериальный, специальные бактерии, компостирующие, как калиус. Что же это тут такое? Здесь ученые, люди, биологи, вот в этой пачечке сделали на посел нам споры бактерий, которые при попадании в эту кучу с водой будут проникать туда и начнут переедать наши с вами остатки бурьянов. Сейчас посмотрите, сколько бурьянов после этих дождей, трав. Сносите все в одну кучу, а потом оно там внизу превращается в ценнейший, ну я бы сказал, компост не хуже навоза. И богатый азотом, потому что эти бактерии аксорбируют на себя азот. Берете просто, открываете вот этот пакет, вот такой порошочек, и в теплую неглорированную воду высыпаете, ну через баночку. Вот, сначала в баночке, а потом ведерочка. Выливаем, и получается, они должны постоять 20 минут. Есть слой бурьяна, полили, земелькой пересыпали, слой бурьяна, полили, земелькой пересыпали, и закрыли пленочкой. И вот вы закрыли, через месяц у вас будет пышное такое удобрение, перегной. А пленочкой мы закрываем для того, в темном пространстве лучше работают бактерии. И больше температуры, они там согреваются, и дают быстрый момент переработки. А еще есть вот калиус, вот тоже другие бактерии. Это одно семейство, которое перерабатывает бурьяны в навоз, любые остатки растительные в навоз. А здесь биопрепарат-деструктор для выгребных ям. Калиус – это высушенные живые бактерии, которые применяются для разложения и нейтрализации органических загрязнений и отходов. При попадании бактерий в выгребную яму, уличный туалет или компостную кучу, начинается процесс биологического разложения органики, твердых пищевых отходов, фосфатов, порошков. И итогом разложения будут вода, углекислый газ и легкий осадок, обогащенный органическим азотом. В раковину, например, или где-то в канализацию тоже растворили, только чтобы не было порошков, химии какой-то там, 6 часов. И бактерии налили. Они какое-то время там за часов несколько, 5-6-8 распространятся и будут съедать все, что там на трубах, на канализации и так далее. Или же туалет. Выливается все это, чтобы 2-3 сантиметра было сверху над всеми остатками бактериальной воды. И через время все в туалете куда-то исчезнет. По-простому, по-деревенскому. Вот так это надо делать. Природа сама все утилизирует. Я думаю, всем все понятно. Значит, ребята, поскольку уже дождик пускается, будем все говорить очень быстро и четко. Вот капуста брокколи. Брокколи – одна из разновидностей цветной капусты. В пересчете на 100 калорий содержит больше белка, чем говядина. Этот овощ богат микроэлементами и витаминами, особенно С и К. В брокколи в 2,5 раза больше витамина С, чем в цитрусовых. При употреблении соцветий капусты значительно повышается иммунитет, усиливается сопротивляемость организма к возбудителям различного рода болезней. Брокколи – незаменимый продукт в меню лиц, страдающих язвенными поражениями желудочно-кишечного тракта. Значительно улучшает состав крови, укрепляет сердечную мышцу, нормализует артериальное давление. Среди прочих антиоксидантов брокколи содержит вещества, способные эффективно противостоять росту раковых клеток. Чтобы сделать ее урожайной и мощной, надо подкормить. Сейчас вот после полива или после дождя будет расчет такой кемирочки, пачка кемиры люкс на одно ведро воды. Никогда не растворяйте в ведре не только препараты против вредителей, но даже удобрения. Сначала делаете маточный раствор, потом выливаете в ведро. И вот это на 10 литров воды, пачечка кемиры, и туда мы добавляем еще чайную ложечку биоглобина. Поливаем под одно растение, под корень, поливаем приблизительно пол-литра раствора рабочего с кемирой. Получится изумительная головочка, ну где-то, я думаю, до килограмма будет. Это ранняя капуста брокколи. А та капуста, которая будет на осень, на зиму, она должна сеяться сейчас. И капуста пекинская, и капуста брокколи сеется в середине лета, поскольку это растение короткого дня. Вот эта, она более выдерживает вот такой еще день длинный. И то, потому что в длинный день капуста брокколи должна зацвести, не дать головку. Ну, поскольку это хорошие семена, хорошие более-менее гибриды, они дают хоть до килограмма головочку. А вот те брокколи дадут до 2,5 килограммов. Вот такие вот простые хитрости выращивания брокколи. Я думаю, все поняли? Ну, если кто не понял, то более подробную информацию или консультацию я всегда, в любое время, как только вы можете со мной связаться, я дам вам, но опять же, шуча, скажу, бескорыстно. Так что не стесняйтесь. Опять пришло время прощаться. До следующих встреч. Спасибо за внимание, здоровья, счастья, взаимопонимания, любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова